Тропические леса Амазонии Все это очень важно не только для налаживания связей со внешним миром, для образования и даже для спасения жизни людей здесь, но и для того, чтобы амазонские племена могли общаться между собой. Радости местных жителей не было предела. Футбол в Бразилии любят даже в глухих лесах, и у фанатов появилась возможность следить за матчами. Открылся доступ к огромному количеству образовательных программ и курсов, стало легко написать сообщение в любую точку мира и вызвать врача. Добираться из ближайшего города он будет три дня на каноэ и еще день пешком, но ведь доберется. Однако у новшества обнаружилась и обратная сторона. Всего за полгода интернет кардинально изменил жизнь индейцев. Подростки стали часами играть в сетевые игры и смотреть видео, в том числе для взрослых, и некоторые разленились так, что перестали работать на благо племени, стали эгоистичными и агрессивными. Интернет поощряет молодых людей отказываться от традиционного уклада, они перестают помогать старшим. Когда мать копается в огороде и просит помочь, они не реагируют, а просто копаются в телефоне, смотрят видео. Все это очень тревожно. Вожди решили ограничить время пользования гаджетами до нескольких часов утром и вечером, а в воскресенье можно весь день. Пока не очень помогло. Интернет стал самым сложным испытанием для бразильских индейцев за последние тысячу лет. И вместе с ними это испытание проходит весь мир. Информация, наверное, самый сильный наркотик. И мы живем в диком информационном поле. Как это уже изменило современных людей? Мы просто не можем себе позволить слишком много времени и внимания уделять чему-то одному. Почему человеческий мозг так быстро подсаживается на соцсети и видеосервисы? Чем это опасно для детей и подростков? Страдает сфера, прежде всего, сложной обработки информации и сфера коммуникации. До чего доводит интернет-зависимость? Я перестал даже мыться, я не мог выйти. Зашло до того, что в туалет не хотел отлучаться. И есть ли выход для тех, кто застрял в сети? Дорогу к дому жительницы Оренбурга Татьяны Даниловой курьеры всех местных сервисов доставки находят без навигатора. Татьяна 20 лет посвятила службе в МВД, а теперь счастлива в роли домохозяйки. Последние 4 года она очень редко выходит на улицу, предпочитая все бытовые вопросы решать через интернет. Когда пандемия началась, мы вообще все перешли, по-моему, на онлайн эти доставки. И я начала заказывать не только продукты, одежду, но и даже и мебель. Вау! Это просто какая красота невероятная! Все, что только можно, Даниловы делают онлайн. С бабушкой, что живет в деревне, общаются в мессенджерах. И начинайте плести обыкновенную косичку из трех прядей. Закрепите ее... По видеоурокам дочь Снежана учится заплетать косы. Ну, я смотрю в интернете, иногда я сама вообще придумываю прически. Что приготовить на ужин, Татьяна выспрашивает у нейросети. Зайчики мои, тут доставочка приехала. Персики, нектаринки берите. Полезные. В интернете подбирает образы и заказывает одежду. Большой оказался. Это мне не подошло. Спасибо большое. До свидания. Большинство развлечений тоже онлайн. Кино, музыка, электронные книги. И пусть дети ходят в обычную школу, а с подругами Татьяна встречается не в скайпе или зуме, а в кафе, цифровой мир все-таки затягивает. Просыпаюсь я утром, всегда беру телефон в руки, начинаю лазить в каких-то маркетплейсах, в соцсетях, что-то смотрю интересное, чтобы глаза открыть и проснуться. Ну, во-первых, иногда бывает такое, что залипнешь в интернете, ты залипнешь на этих видео, и просто вот тяжко оттуда выходить. Тебе хочется как будто бы прочитать весь интернет, поэтому ты скроллишь эту ленту, а она все интереснее, 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 потому что она под твоим интересом собрана. Но конца у этой ленты нет. Поэтому задача как раз удержать как можно дольше пользователя во внимание. Знаменитая максима «Если вы не платите за товар, то вы и есть товар» в интернете работают лучше, чем где-либо. Соцсети, как правило, не берут денег с пользователей, а живут за счет рекламодателей, которым продают внимание аудитории. Главное – коммерция. Понятно, что во всем всегда есть присутствие денег, как бы мы не хотели бы об этом думать. И главное – насколько человек долго удержится в интернете и какое количество рекламы он посмотрит. Сайты и сервисы подбирают контент четко по интересам пользователя, завлекают яркими картинками и веселыми видео, играют на эмоциях и даже разжигают вожделение и страсть. Чтобы удержать внимание, хороши любые средства. Но есть и еще кое-что, что помогает владельцам соцсетей. Сама человеческая природа. Наш мозг очень любопытен. И поток новизны, он, обрабатываясь нашим мозгом, вызывает выделение дофамина – особой молекулы, которая создает такой положительный эмоциональный фон. Ну и дальше, собственно, по-хорошему, после того, как мы что-то новое узнали, мы должны это как-то осмыслить, запомнить, включить в общую картину мира. Так изучают мир дети. Точнее, изучали последние несколько тысяч лет. Сегодня все несколько иначе. С нелегкой задачей отобрать у любимого чада гаджет с выходом в интернет, родители сталкиваются чуть ли не ежедневно. Школьники и детсадовцы готовы часами листать соцсети, смотреть видео или играть. И это не лень или блажь конкретных детей. Ими руководит дофамин. И все было бы в порядке, если бы информация усваивалась. Но обработка – дело затратное, а мозг не любит лишний раз напрягаться. Возникла такая парадоксальная ситуация, что можно ничего не обрабатывать. Посмотрел что-то забавное, переключился на следующий сюжет, на следующий. Ну, в принципе, это описывается поговоркой «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Но вот когда эта информация проходит, мозг на вылет, все равно выделяется дофамин. И возникает желание получать все новые и новые положительные эмоции. И это вот, собственно, и есть то самое залипание. Девочки! Сейчас, мам! Многие родители используют этот эффект, чтобы на некоторое время занять ребенка. На смену мультфильмам пришли соцсети. Я иногда вижу, когда родители дали телефон, ребенок сидит там два-три года и сидит, что-то там крутит. Понятно, что таким образом они могут заниматься своими делами. Дали телефон ребенку и все. И он будет сидеть весь день. Что-то там находить, смотреть. Это неправильно. Короткие видео, ленты соцсетей и игры специалисты называют информационным фастфудом. Тоже вкусный, но бесполезный. Мозг постоянно сидит на дофамине и толком не работает. Если у взрослых людей нейронные сети уже сформированы, и для них это не так опасно, то дети в группе риска. При избыточном использовании гаджетов как раз влияние теменной коры на лобную они развиваются недостаточно. А это, например, предпосылка того, что называют СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, ну и куча других проблем. У гаджет-зависимых, у тех, кто зависит от компьютерных игр, реакция на уровне даже мозговых нервных центров, она ослаблена. То есть возникает такая, как бы такая, более упрощенная и индивидуалистическая картина мира. Вот мне тут хорошо вместе с моим компьютером. Отсюда агрессия, отсутствие критического мышления и эмпатии, сложности в отношениях с близкими и с верстниками. Эту проблему решают по-разному. Иногда кардинально. Как вот этот отец семейства, получивший в соцсетях титул «Папа года». Он не пускает своего сына домой. Твое наказание быть на улице. Тебе нужно быть ребенком. Займись чем-нибудь. Но на улице нечего делать. Есть много чего, чем ты можешь заняться на улице. Например? Залезь на дерево, перепрыгни через забор. Мне все равно. Звони в дверь соседа и убегай. Это все очень скучно. Это не скучно. Прояви креативность. Как? Юный мозг, не сталкивающийся с постоянным потоком маленьких и больших задач, которые нужно решить, теряет способность творить. Показательно в этом смысле, что главы ведущих корпораций из Кремниевой долины, которые делают миллиарды на цифровых технологиях, своих детей предпочитают учить в максимально консервативных заведениях, где доступ к смартфонам сильно ограничен. Стив Джобс запрещал своим четверым детям пользоваться айпэдами. Трое детей Билла Гейтса до 14 лет не имели мобильных телефонов. Самая популярная школа среди менеджеров техногигантов в Уолдорф, где гаджетов нет почти совсем. И такому подходу к воспитанию следуют многие. Мой маленький сын, которому 4 года, смотрит 20 минут в воскресенье мультики. В остальные дни нет. Доброе утро. Сдаем телефоны. С началом учебного года в России вступил в силу запрет на использование гаджетов на уроках. Смартфоны, умные часы и другие личные устройства с функцией связи доступны школьникам лишь на переменах и в случае экстренных ситуаций. Мера полезная, но подход должен быть шире. Школьников важно увлекать реальностью. Новые знания, лаборатория, общение, а между этим спортивные соревнования, экскурсии. И как бы вдруг оказывается, что реальный мир способен насытить ваше любопытство. И поэтому так важно для нас, для взрослых, все-таки детям показывать, что посмотри, мы вместе отправились в путешествие, мы вместе пошли в поход с палаткой на то же самое, на болото с лягушками. И отцу года, что не пускал домой сына, стоило бы не разговаривать с ним через окно кухни, а выйти во двор и сделать что-то вместе. Вместе – ключевое слово. Если вы выйдете на улицу города в какое-нибудь публичное пространство, вы с высокой вероятностью увидите там группу тинейджеров, которые будут сидеть рядом друг с дружкой, и каждый смотрит свой смартфон. Что происходит? Значит ли это, что они при этом не общаются? Нет, они именно этим и заняты. Больше того, очень часто молодежь встречается физически для того, чтобы вместе посмотреть ролики на YouTube или другом видеосервисе. Они параллельно общаются устно, находясь рядом друг с другом, и параллельно же переписываются в каких-то мессенджерах, чатах и так далее. Смартфон здесь выполняет ту же функцию, что 20 лет назад телевизор на кухне, полвека назад радиоприемник, еще раньше чтение газет за обедом. Виртуальный мир для многих стал уже естественной средой обитания, а культурные коды просто переехали в сеть, оставшись важной точкой сборки. Мы читали одни и те же книги, мы смотрели одни и те же фильмы, мы понимаем один и тот же юмор, значит, мы похожи. Это уже повод для объединения в сообществе, для солидаризации людей. Сейчас абсолютно ту же роль играют, например, мемы. Неважно, в виде картинок или в виде коротких видео, но роль их абсолютно такая же. Иными словами, нет беды, если люди проводят много времени в сети, не выпадая при этом из реальности. Вот только найти такой баланс бывает очень сложно. Светлана застряла в сети на несколько лет. Прилежная ученица, закончившая школу с золотой медалью, завалила математику на вступительных экзаменах. Случился нервный срыв. Сейчас она уже точно и не помнит, в какой момент в интернете ей подвернулся длинный аргентинский сериал, который она посмотрела за поем. Потом еще один и еще. Вот, с интернетом вообще беспорядочность совершенно. Бывали периоды, когда я совсем могла до 7 утра сидеть, мне надо на работу идти, а я сижу в телефоне, смотрю сериал, час посплю, потом приходится идти на работу в таком состоянии. Признать, что она интернет-зависима, Светлана смогла, только обнаружив, что работы у нее нет, и она который год сидит на шее у родителей, учеба не клеится, личной жизни никакой, друзей ни одного. Коммуникабельная и жизнерадостная девушка превратилась в мрачную особу, месяцами не выходившую из дома и не выпускавшую из рук смартфон. Ну, от 10 часов, наверное. Ну, то есть практически весь день. Я проснулась, сразу телефон, сразу какой-то контент, кушаешь с контентом. Ну, если была возможность в душ принимать с телефоном, то я бы и душ принимала с телефоном. И зависимость, она... Тяжело об этом говорить, на самом деле. То есть она просто съела очень много лет моей жизни. Сейчас Светлана борется. Найти путь обратно в реальность ей помогает группа анонимных интернет-зависимых. По иронии судьбы, она существует исключительно в онлайн-режиме. Это сообщество взаимопомощи наподобие групп анонимных алкоголиков или наркоманов. И терминологию здесь используют соответствующую. Ну, я для себя исключила Ютуб и сериалы. Как только я начинаю смотреть, я срываюсь. То есть я ухожу в сильное употребление, и оно может продолжаться там днями. То есть вот, допустим, у меня был вот... В конце июля у меня началась трезвость. 11-12 дней прошло, потом 5 дней срыва, когда я опять в телефоне круглые сутки. Сейчас вот опять появилась трезвость. Светлана делает очередной шаг вперед. Собирается на встречу со Станиславом в реальности. Привет! Очень рада встречаться. Он тоже интернет-зависимый, участник другой группы взаимопомощи. Для Светланы это первый шанс обсудить общую беду лично. Общаясь с нашей съемочной группой, Станислав просит не показывать своего лица. Ему чуть за 30 женат, есть дети. С утра до вечера мог находиться в интернете, и вот все, ничего, ничего меня не останавливало. Ни отношения, ни работы, ничего. Я не понимал. Мне казалось, что это у меня такая слабая сила воли. Вот надо чуть-чуть напрячься, и, значит, я возьму себя в руки, и все, пройдет. Но, как оказалось, тут сила воли вообще бесполезна. То есть она не работает в зависимости. Действует, ставшая уже стандартом для подобных случаев, программа «12 шагов». Это не панацея, но работа над собой в группе таких же зависимых помогла Станиславу выбраться из крутого интернет-пике. И сегодня он сам готов подставить плечо тем, кто только приходит в группу. Способы помощи застрявшим в сети очень похожи на методы терапии алкоголизма и наркомании. И механизм формирования интернет-зависимости по сути такой же. Однако физиологически это все-таки совсем разные вещи. В тот момент, когда в мозг, в организм вводятся вот эти чужеродные молекулы, там реально страдают нервные клетки, контакты между ними. Если мы говорим о соцсетях, то то, что происходит, называют поведенческими зависимостями. То есть зависимости, которые всерьез на состояние нервных клеток, контактов между ними все-таки не влияют. То есть это еще не беда, а, я бы так сказал, полбеды или даже четверть беды. Японское слово хикикамори знают во всем мире. Им обозначают людей, которые вообще не выходят из дома. Вся их жизнь может проходить на паре квадратных метров. Ну там разные оценки, от одного до полутора, иногда вообще говорят 2% населения. Это вот подобного рода люди. Ясное дело, что они не контактируют с противоположным полом и надежда на то, что там, вы подарите мне когда-нибудь внука вообще никакой. 2% населения Японии – это 2,5 миллиона человек, которые практически не двигаются, живут, работают, пьют, едят, играют и смотрят видео, буквально не вставая с дивана. Многие перестают следить за собой и даже мыться. А зачем? Их все равно никто не видит. Цифровые сервисы, конечно, в принципе, стимулируют такое поведение в том смысле, что они позволяют человеку большую часть видов своей деятельности перевести вот в такой удаленный режим. Вы можете работать, покупать вещи, общаться с людьми и так далее, действительно не покидая пределы своего жилья на протяжении иногда многих лет. Да, здесь я родился и прожил больше половины своего времени, учился. Первый раз попробовал наркотик, алкоголь. Житель Рязани Константин проводит небольшую экскурсию по своему родному району. Детство было тяжелым. Отец алкоголик рано ушел из семьи, Костя жил с мамой в комнате в общежитии. Учился неплохо, но часто прогуливал уроки. Во дворе было интереснее. Связался с дурной компанией, после школы пошел в колледж. Отчислили. Перебивался случайными заработками. И в 28 лет все свое время проводил за компьютером в той самой комнате в общежитии. Я поставил себе железную дверь, но что вообще ко мне никто не заходил, не беспокоил. Мне было комфортно находиться вот в этом своем мерке, с которым я убежал от реальности, от каких-то проблем скрылся. Там меня ничего не беспокоило. И я, то есть, был люк, который я открывал, и что мне приносили покушать с доставки, и через которое я общался. Обратиться за помощью Константин решил после того, как попал в больницу с высокой температурой. А при осмотре врач выявил у него пролежние – некроз мягких тканей. Ведь, сидя за компьютером, Костя даже не отлучался в туалет. Когда из больницы вернулся домой, открыл дверь и увидел, ну, что вообще там происходит. Там вот эти стоят баклажки, воняет, были клопы, тараканы. Вообще, ну, невозможно. Там квартира превратилась, не пойми во что. И, ну, я понял, что я не хочу больше так жить, что, ну, вообще не мое. Ну, и, как бы, а по-другому жить я не умею. Константин пришел в реабилитационный центр, которым руководит Виталий Суслов. Про себя он говорит, что долгое время сам был асоциальным элементом. Пил, играл, обманывал. Но встретил людей, которые помогли круто изменить жизнь. Теперь он помогает другим. Выучился на психолога, собрал команду, открыл центр. В основном здесь занимаются реабилитацией детей. Но и ко взрослым тоже нашли подход. Вообще, в каком состоянии сейчас человек? Вот ему там 30 лет возраста, условно. А действительно ли ему 30? Или он ощущает себя на 15? И уже работа с психологами, такая глубинная работа. Чтобы докопаться до истины, уходит, может быть, месяц, два, может быть, и три. Вот чтобы человеку раскрыться на самом деле, каков он есть, требуется время. Кому-то хватает двух дней, которые уже хапнули прям по самой. Приходит и говорит, слушай, я не знаю, что делать. Помоги, я готов на все. Константин как раз из таких. После курса реабилитации переехал, нашел работу и новых друзей, встретил любовь. Не пьет и пробует бросить курить. И, конечно, его история не про то, что коварные игры и соцсети довели человека до катастрофы, а про то, что в интернет так удобно сбегать от реальности, когда в ней что-то не так. А ведь опыт интернет-зависимости, пусть и вынужденный, сегодня есть почти у каждого. 2020 год. Из-за пандемии миллиарды людей оказались заперты дома. Ваня, привет. Онлайн учились, работали, отмечали праздники, устраивали свидания, заказывали продукты и товары. Молились и смотрели кино. И в тот момент казалось, мир уже не будет прежним, а удаленка – это навсегда. Зачем нужны офисы и аудитории, если сводить бухгалтерский баланс и слушать лекции удобно дома в пижаме? Но быстро выяснилось – так не работает. Не хватает дыхания других людей. То есть оказывается, что для нас физическое соприсутствие в одном пространстве, когда мы разделяем один объем пространства друг с другом и взаимодействуем на уровне своих физических тел, даже совершенно с незнакомыми людьми, не обязательно мы хватаем друг друга за руки и так далее, мы просто находимся в одном месте. Так вот, такое физическое соприсутствие для нас критически важно, как для людей. После локдауна люди ринулись в реальность – гулять, заниматься спортом, общаться вживую. При этом многие пандемийные практики, вроде доставки продуктов или онлайн-совещаний по необходимости, сохранились. Мир постепенно находит баланс, а цифровая реальность тренирует у нас новые навыки. Это способность к очень быстрой обработке информации. Когда вы буквально за доли секунды определяете, это нужная вам информация или нет. Неважно, это может быть совершенно ненужная с точки зрения рациональной информации, но это классный мем, который вы хотите посмотреть подробнее, может, еще кому-нибудь переслать. Думать быстрее и хорошо ориентироваться в цифровом мире учатся и те, кого раньше с гаджетом в руках застать было непросто – россияне с серебряного возраста. Вот и семья Даниловых из Оренбурга, уже снабдившая бабушку в деревне смартфоном, решила подарить ей умную колонку. Любое сложное взаимодействие с миром, оно для зареелова, а тем более пожилого мозга, оно крайне позитивно. Что очень важно? Важно, чтобы мозг работал не только на вход, обязательно на выход. То есть недостаточно смотреть веселые картинки и читать тексты, а важно что-то генерировать, что-то самому делать. Четыре часа в пути, и вот Даниловы уже в сарай-гире. Искать общий язык с голосовым ассистентом решили все вместе. Я вас жду, жду. Опять приезжайте. Долго нас ждите, ребят, спасибо. За большим столом у самовара, подаренного на золотую свадьбу родителям хозяйки дома 40 лет назад, собрались четыре поколения большой семьи. Поколение радиоприемников, телевизоров, компьютеров и, наконец, смартфонов. Нине Федоровне девятый десяток, а со своим гаджетом управляется не хуже молодежи. Я смотрю, и собак, и кошек, и детей. Там все интересно. Иногда засмотришься и забудешь про все на свете. И это такая умная колонка. Теперь в деревенском доме будет еще один житель. Спасибо за колонку. Вдвоем с кошкой жила теперь, с колонкой еще. Ну а первые вопросы по существу, конечно, прикладные. Скажи, пожалуйста, чем мне кормить кур? У меня кур есть. Основу рациона кур составляет зерно. Его можно давать из расчета 50 грамм на голову в сутки. Тест на профпригодность умная колонка сдала. Царай Гер, село Умное. Тут ко всемирной паутине едва ли не все подключились. И чуть что с сетью не так, страдают. Когда вот отключают, например, бывает редко, конечно, интернета в тот раз не было. Я говорю, ну все, это гибель. К разговору на заваленке присоединяется сосед Иван Семенович. Он недавно ездил в город под впечатлением от GPS-навигации. Дети показали. Будет осваивать, как и фотокамеру в телефоне. Вот. Тут же туда-сюда. Какая страшная. На лошадь похоже. Не говори. Какая страшная. Победа высоких технологий в отдельно взятой деревне. Бабушка рядышком с дедушкой вместе делают селфи. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...